В городах нашей республики заработали дополнительные пункты приема документов для иностранных граждан. Это сделано в первую очередь для того, чтобы не создавать неудобства для казахстанцев. Получить ИИН приезжие могут бесплатно и в течение дня. В каких регионах россияне выстраиваются в очереди за индивидуальным идентификационным номером, и о чем рассказывают в материале Нины Шапо. Артём – один из первых посетителей нового отделения ЦОНО в Костанае. Мужчина приехал из Москвы. Сюда его и других россиян привезли на автобусе из других центров обслуживания. В новом документы могут получить только иностранцы. Сейчас немножко разгрузка, и всё хорошо. Работаете оперативно, молодцы. Пришёл сюда сделать ИИН, или как у вас правильно это называется, что получить карту, расплачиваться удобнее было. До этого россиян принимали в небольшом отделении, чтобы не создавать ажиотаж в главном корпусе, где и без того многолюдно. Сейчас там длинной очереди нет. Пока в новом отделении ЦОНО работают 13 окошек. В планах увеличить до 20. Место новое, хотя и в центре города. Но чтобы разгрузить работу других отделений, сюда организовали подвоз россиян. В связи с большим наплывом было принято решение, и те люди, которые там ожидают в очереди, совместно с местным исполнительным органом, с Акиматом, на микроавтобусах и на автобусах были привезены граждане Российской Федерации для получения ИИН. А в октябре пока очередей из желающих получить ИИН не уменьшается. Россияне могут обратиться лишь в единственное отделение. С 22 сентября здесь зарегистрировалось больше трёх тысяч граждан соседнего государства. Сначала был отказ, потому что что-то не прошло. И вот сегодня с утра опять подал заявку, и уже получаю знак. А сколько ждали? Часа два. В общей сложности. Сейчас нормально? Всё получили? Да, всё. Всё отлично. Правда, и там, как и в других городах страны, с завтрашнего дня откроется дополнительный пункт приёма документов. Это могут обратиться за получением услуги формирования ИИН иностранцев, временно пребывающих в РК, по следующему адресу. Это город Ахтубе, микроэмбатис-2, улица Ураза-Татья-Тулы, 5. Это дворец Единоморск. Усиленные цоны в связи с прибытием россиян открылись в столице Алматы, Уральске, Костанае и Ахтубе. ИИН там, как и везде, можно получить бесплатно. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность и заявление.